Мы пошли к Маше, потому что пришла посылка из Мирвышивки магазина. Варь, стой! Там машина пялится. Давай, пришла посылка, но так как будет тут снег чистить завтра, все сегодня машины должны убрать, но так как она пришла в четверг, обещали 1 либо 4 марта, но она пришла раньше, 28 февраля, но я работала и четверг и пятницу, да? Нет, я работала, когда машина приходила, но мы открываем посылки. Вот, короче, я работала и я попросила, сестра была в выходной, взяла мой паспорт, поехала и получила посылку. А вчера в субботу она работала, поэтому мы ее не забрали. И вот сегодня мы пошли забирать. Воскресенье сегодня у нас, 3 марта. У нас сегодня тепло, от лужи. Солнышко светит, так, а мы там с тобой нет тропинки, пойдем так. Ой, гулечки радуются, воркуют тут. Смотри, что купаются, смотри, дочь. С радостью они купаются. А я тут вода, как я делаю. Да, воркуют, купаются, радуются, что тепло. Сестра живет рядышком. И сейчас мы вам покажем, что же нам пришло. Единственное, что то, что пришло для Сони. Маша вчера работала и отнесла уже на работу Сонины. Ну, там буквально несколько позиций, да, там найдены то, что до этого не было в наличии. И Соня одну позицию доложила. Я вам ставлю фотографии, покажу, что было для Сони. Показать уже сами наборы не смогу, потому что они уже уехали в Сони на работу. Она сегодня работает, сегодня она там заберет. Потому что все же к 8 марта хотят. А то, что Машина и наши, мы сейчас вам покажем. Смотри, новые циферки сделали у них, да? У них было тут вот, циферки были стерты, о, новенькие сделали. Да? Ну, помаши рукой, маме. Давай, заходи. Ну и вот наша очередная посылочка. Нежданно-негаданно. Мы тут что-то разошлись. Расширокались. И заказали следом еще одну посылку. Вот, получили. Так как получала не я, поэтому она уже раздербаненная. То, что Сонина, я вам обещала, покажу. Ну, начнем с того, что тут Машина. У Маши еще одна бабочка от Вдохновения фирмы. Вторая бабочка. Первая у нее была, вторая коричневая была. Ну, это посмотрим. Да, в прошлой, вот, буквально неделю назад покупочка. Бабочка. Вот этот наборчик заказала я в подарок Маше к Пасхе. Вот такой зайка. У меня другой зайка есть. Я сама себе покупала. Тоже буду к Пасхе вышивать. А вот этот зайка в яичке. Такая милашная милота сидит. Это в подарок Маше. Спасибо. Дарю тебе, сестра. Спасибо. Вот такой наборчик Маша заказала тоже в подарок. Она заказала два таких наборчика. Один в подарок мне. Но она мне его подарит, я так понимаю, по Пасхе. Или там? Нет, ну там же. Там он. Ну, все. Значит, один такой подарок мне. А второй подарок нашей четвертой в банде вышивальщице Веруси, для которой я покупала набор с чем-то, с пионами, да? Для рукодельницы, для мастерицы. В предыдущих покупочках можно посмотреть. Вот. Это Веруси. Дети у нас в ушах ходят. Ну, дети есть дети. Да, там Варя с Лизой. Ушестоячка. Вот такие магнитики Маша заказала. Очень нравятся. Они ей очень-очень нравятся. Хотела она их подарить, но передумала. Решила оставить себе. Ну, и тем более, человек, которому предполагалось это в подарок, сказала, что у нее уже много всего наборов. Ей это долго вышивать, а и как бы вышивка, пока наборы для вышивки ее не очень приличают на подарок, поэтому ей будет другой подарок. А вот эти магнитики. А тут нет, да, их названий? Вот где-то же я их. Нету, да? Ну, наверное, там, наверное, там в Мире вышивки, когда я смотрела, потому что это вот это вот материнство, вот это вот счастливица, вот это вот... Одна какая-то кубышка, одна какая-то богачка, или кто там должна быть? Ну, с кармана, наверное, богачка, смотри, там что-то у нее торчит. А это, наверное, кубышка. А кубышка это что? Или вот эта житница еще есть, она, по-моему, тоже какая-то сложка. Ну, там посмотреть надо, которые обереги отдельно продаются, счастливица, материнство, и вот можно. Вот этих вот, вот этих двух мы что-то не помним, кто они. Ну, как кубышка, по-моему, точно одна из них. Наверное, вот эта может быть. Крученье. Ладно. Какой-то там, да. Вот. И вот такие, такого совенка. Они долго там с дочерью решали между весенним и осенним, то есть с этими осенними листиками. Там еще есть весеннее в такой весеннем веночке. Маше самой больше нравится весеннее, да, совушка-то говорила? Да, очень, очень, даже, скажем так, удивительно, потому что я люблю вообще осень, да? Но мне та с весной очень понравилась, а Лизе вот это. Вот так, да, племяшке понравилось больше вот это, к совенку-пирату, поэтому они взяли, да, и вот к ней подставочки. Это к сове, а это к пирату, да? К сове-пирату. Ну, вот для сов мы заказали подставочки. Так, это то, что Машина. И сейчас мы вытащим то, что у меня. Ну, так как я не предполагала уже заказы делать, у меня там в пачушках только один единственный, это то, что... А вот там буду я переворочить. Это еще одна бабочка. И на этом, я думаю, остановлюсь. Трех мне за глаза хватит. У меня там одна как бы голубая, одна в красных тонах, и вот это будет в зеленых. Так, что мне трех бабочек хватит, больше мне и не надо. Так, пластиковая канала. Есть, есть, я теперь прощупываю. Вот такая еще третья бабочка. Все. Уталью я жажду бабочками, больше мне не надо. Наверное, в ближайшее время какую-то одну начну. Вот такое вот яичко. Христос воскрес. В преддверии праздника Пасхи. Вот такое яичко. Ну, я так понимаю, что оно будет побольше? Нет, они одинаковые. 11,8. 11,8. Почему-то думаю, вот это побольше. Вот такое яичко. Но оно не на тему Пасхи. Оно просто там называется весеннее. Забыла уже тоже как-то. Почему-то здесь не пишется. Да, в мире вышивки как-то есть. То ли весеннее настроение оно называется. То есть просто такое вот весеннее яичко. То есть его можно вообще там держать постоянно там на столике. Если это вот на праздник, да, ставится, то это вот вообще просто. Я так поняла, что они куда-то вот вешатся. Вот. К этим яичкам также я... А, ты подставочки к яичкам закрываешь? Конечно, да. Я думала, ты вешать их будешь. Нет. А ну как, это когда вешать? Нет, я к яичкам подставочку. Вот это на стол можно рядом с Пасхой поставить. Или с яичками, которые будут крашены. Это просто я на туалетный столик поставлю. Вот это к яичкам у меня две подставочки. Это вот этот наборчик. Ой, это не наборчик, это мой паспорт. Это получали мы. Вот. Ну, как всегда, мир вышивки положил. По две они всегда кладут визиточки. Это чтобы мы, наверное, раздавали, рекламировали этот магазин, раздавали. Но у нас уже у всех эти визиточки есть. А, Вируси мы положим. Вот, Вируси можно будет положить, потому что Вируси не клали. В прошлый раз я Соне положила, и тебе одну. Я положила одну свою. Да? Может, три года. Ну, надеюсь. И вот этот, это... Вот, это теперь ты. Извините. Это мой сынок звонит. Алло. Так, ну, извиняюсь за такое небольшое отключение. Хотя, в принципе, мы все и показали. То есть, в этот раз заказик был такой небольшой. Просто из-за того, что решили мы вот к Пасхе вот эти штучки заказать. Ну, муж мне на 8 марта. На 8 марта, да. Вот, Маша оплатил бабочку и сову, да? И совенка оплатил, да, Маша. Муж, это как бы подарок 8 марта. Ну, к приложению. Она сидит, гляньте, рукодельничает. Нет, не отвлекаясь. Давай, рукодельничай. Вот. Так что, все вот на этом небольшой покупочке мы сделали. И решили, что на этом надо заканчивать такое транжирство. Праздников никаких не предвидится ближайших. Поэтому мы решили все это теперь следующие все покупочки отложить до следующей Черной Пятницы. А тебе еще набор придет? Ну, набор, да. Мне, кстати, идет набор в подарок на 8 марта. Сестренка мне заказала набор, шикарный, шикарный набор. Я жду, не могу. Но он что-то долго идет. Да, вот он как раз-то нормально идет. Идет именно. Ой, девчонки, сейчас расскажем, вы обхохочетесь. Она тут мне ножнички заказала для рукоделия. Заказала еще их к Новому году. Или еще раньше было до этого. В октябре я заказала, чтобы к Новому году они пришли. Да. Не пришли? Не пришли. Шли, шли, не пришли. Она заказала второй раз. В этот раз она в эту посылку, это на Алиэкспресс она заказала. В этот раз она туда положила, думает, может, я такая несчастливая. Она решила туда положить еще вторые ножнички для себя. Ну, что вы думаете? Опять эта посылка где-то затерялась. Не пришла пока. Пока еще не пришла. Алла что-то прям чуть ли не месяц там лежит все на сборке. Все никак ее собрать не может. Нет, ее как раз отправили-то быстро. А опять она идет, 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 идет. И мне очень плохо, что трек не отслеживает. Вот. Ну, короче, она говорит, ты какая-то несчастливая. А я же не удивляюсь. Мне же муж хотел сделать в том году еще к моему дню рождения. Нет, к Новому году он хотел сделать подарок. Заказал запчасть для ноутбука. Она не пришла. Ну, потом к дню рождения. Потом он к дню рождения. Не, Маша мне заказывала тоже что-то. Я никому что-то что-то заказывала. Так и не пришло. Потом вот эти, в общем, то ли я такая несчастливая. И в итоге вот этот набор я и заказала. Он чуть ли не чуть ли, а две недели он не собирался, не отправлялся там. Не отправлялся, да, в Китай. Он две недели такой первый раз, потому что он как деньги приходит, у меня чуть ли не на следующий день. Вот нитки, допустим, ну вот нитки нынче тоже долго у меня шли. Но опять же тут новогодние праздники, китайский Новый год, они долго шли. А так они мне за две-три недели приходят из магазина. А здесь этот 15 дней собирался только. Я думаю, ну все, капец. Сейчас уже, это, истекет срок, да. Нет, от праздника. Правда, идет он довольно быстро, двигается. Я все-таки надеюсь, что он придет к 8 марта. Ну, в общем, девчонки, вот какая-то... Если он опять же не затеряется здесь где-нибудь. Вот видите, то ли я такая несчастливая. Ну, все, скорее я, конечно. Мои же все подарки-то не приходят, понимаете? Мои все приходят. Поросяты то, которые на Новый год мне сестра подарила, они тоже долго-долго шли. Ты, по-моему, они на Новый год опоздали, да? Или успели до Нового года? Успели, а тебе их хорошо. А, ножнички вот не пришли, а это... Я хотела вместе все, чтобы собрать. Вот. Ну, я же тут выиграла. Я вам это в декаде, конечно, уже сказала, но декаду вы посмотрите попозже. Я же у Татьяны Лазовской на канале. Она устраивала конкурс в честь 30 тысяч своих подписчиков. Я подала заявочку. Надеялась, что, может быть, мне... Но я всегда участвую во всех конкурсах с надеждой, что я, может быть, что-то выигрываю. Там было несколько призов. Там была поездка в Санкт-Петербург. Был набор для вышивания. Было бесплатное оформление у Татьяны Лазовской. И четвертый был приз лупа для вышивания. И я подала заявочку. И я выиграла. Я первый раз в жизни выиграла приз. Лупу для вышивания я выиграла от Татьяны Лазовской. Вот сейчас мы с ней спишемся, и она мне ее отправит. Это первый раз в жизни. И я сказала, все, я свою черную полосу переломила. Теперь мне будет ввести. Теперь я буду в призах призы выигрывать. Теперь у меня будет все. А может, единственное, и все. Так, ты мне тут понимаешь, не это. Все, я решила, что это пошла белая полоса. Не что ж подарочки всякие надо выигрывать. Да, все. Ты же мне не жадная. Начинается белая полоса. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому начинается белая полоса в моей жизни. Татьяна Лазовская переломила ход истории. И теперь у меня все будет замечательно. Но опять же говорят, год свиньи. Я тут слышала, что свинья, она может и свинью подложить. А вообще, говорят, она очень умное животное. Очень умное. Чуть не сравнивают ее с собакой. Представляешь? Такая умная свинья. Не зря же их дома держат теперь маленькие. Так что, и она вообще, говорят, она очень доброжелательная, позитивная. И не зря же копилки в виде свинюшек идет. Потому что она такая вся кубышечка, богатство. То есть, все у нас, девочки, будет замечательно. Настроение у нас замечательное. Сегодня у нас 3 марта, весна, на улице Лужицы. Да я была, что ли, пока с вами села. Чуть язык заплетается. Нет, кстати, голова сильно болела. Таблетку выпилась, не так плохо спала. На коньячку рюмочку. Да, что-то, вот. Да, надо было. Короче, сестра мне разрешила. Сейчас я приду с радостью за подарки свои, за призву. Ты не на коньячку, конечно. Да, коньячку. И вообще все у нас по жизни покатит. Ну, на этом всем пока-пока. До встречи в моих следующих эфирах. А следующая будет эта декада. Опять. А я не умею. Ну, а ты, главное, держи, чтобы было видно. И все. А, давай. Да. Извини, я еще тут. Оператор у меня тут, да. Решили мы открыть вот этот наборчик, посмотреть. Больно уже сестрице захотелось, потому что она-то, ну, что. Вот. Смотри, конва. Тоже цвета красивые. Беленькая, непрозрачная. А, видишь, какие малюсенькие. Вот в кубушечках тоже вот пополам. Так, смотри, а их четыре, да? Ну, да, и вот этот вот листик пополам. Это, получается, этот листик еще пополам. Смотри, фетр. Задник, задняя сторона. Хорошо беленький, да? Мне нравится, что беленький. А, правильно, а чужой не будет. А, смотри, какие яркие цвета. Ой, я вот такие вот вообще обожаю. Голубые. Очень красивые. Так они, смотри, все зеленые. Они все яркие. Смотри, какие, да. Зеленые такие прям травяные. И сейчас еще, девочки, откроем этого зайца, которого Ксюша мне пасхального подарила. Там вообще я от этих цветов. Вот. Ну, схема, наверное, тоже. Нельзя так говорить, описывалась от таких цветов. Обалденно. Обалденно, да. Все, схемы давай показываю. Ну, а что, схема как всегда. Ой, на обложке, да? Угу. Ну, вот. Мы сегодня будем показывать. Сейчас уже говорят, что нельзя, нельзя. Почему? А, не знаю, говорят, нельзя схему показывать. Ну, вот, четыре схемы. Так, быстренько, 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 быстренько. Чтобы никто ничего не увидел. Ну, говорят, что вроде как можно сделать стоп-кадр и скопировать. Хотя я думаю, что это и ерунда. А, ну, вот я так думаю. Вон, видите, красиво как. О, обалдеть. Так они вот как раз малюсенькие. Ну, правильно. Вот это вот будет. Ну, знаешь, вот кому надо, они могут вот так вот и по превью вот это вот посмотреть и сделать. Тут ничего такого страшного нет, чтобы не сделать. Ну, говорят, производителям не нравится, чтобы светили их схемы. Ну, естественно, авторские схемы тоже не нравятся. Ну, авторские понятно. А тут-то. Вот. Так что. Все как обыль. Все. Красота красотенная. Это мы складываем. Давай свой набор. Зайца. Ты же его убрала уже. Я не започила, но его уже открыла. У нас же не терпячка. У нас же всегда говорили, не терпячка. Я-то вообще не терпячка. Что их беречь, все равно их вышивать. Ну, тут тоже вот. О, смотри. Снима какая. Магнитик. Тоже на четыре будут. Да-да-да. На четыре резаться. Смотри, какие тут цвета. А тут нежные. Тут не такие яркие, как в зайцах. Тут видишь, какие нежненькие цвета. Вот эти вот сереневенькие, да, фиолетовые. Зеленые тоже, видишь, какие. Ну, такие сочные, прям весенние, травяные. Ну, потому что если по привью... А на привью кажется, что он такой какой-то бледненький, да? Да нет, вот видишь. Ну, да. Кажется, что он бледненький, а на самом деле очень даже нежные такие. Вот, смотрите, вот он вот, да, размер этого. Какой тут размер? 12, 16 на 12. Ну, вот нормально, вот если такая овальная рамка пенцы. Да, либо я, девочки, сделаю, вышью его и потом прищу к нему фетр, вырежу в виде яичка. Ну, сделаю так, в виде яичка. Если у меня получится, если хватит канвы, да, хватит, наверное. И прищу к нему фетр и набью, и будет у меня как в виде яичка, такое большое струсинное яйцо, наверное, будет. Ну, типа пенкипа, да, только такое более пообъемное. Либо вообще я подумала вышить, может быть, его на пластиковой канве. Ну, тогда ты его просто поставишь. Ну, как я его поставлю? Я его тоже, ну, почему? А, ты только, если только сверху подвесочку сделать и повешать. Ну, на пластиковой канве. Ну, с другой стороны, я посещу фетр. Вот, видите, у меня такой же торшер, как и у меня, на который мы будем бабочек от вдохновения вешать. Я пришлю к нему фетры, и там дальше посмотрим тоже, что с ним, ну, в пластиковой канве. Ну, а как-то его, значит, поставить-то его не поставить, ну, на подставку. А, ну, на подставку, в принципе, можно. Какая разница, она же так вот туда одевается. Ну, да. Либо вообще куплю овальную рамочку, я уже смотрела. Вот, я предлагаю, да, овальную рамочку. Овальную, знаете, как пяльца рамка с мягкой этой, и с петелькой вверху, и повешать. Только я не понимаю. Сережа так посмотрел. Только у нас тут идет съемка. Холстов 100. Что ты? Да. Сразу в эфир? Ну, да. Нет, не сразу, не сразу. Смонтировать еще надо будет, и что? Сразу. Вот, видите, какие красивые. Пиво будешь? Идите. Нет, коньяку мне тут предлагали обмыть. А, видишь, какие цвета прям очень красивые. Я ж знаю, что у нас сегодня пива нет у него. Потому что завтра за руль, он не пьет. А предлагать, предлагать. Это он девочке шутит. Не обращайте внимания. Это он, чтобы кадр испортить. Мой муж всегда так тоже. Если я что-то снимаю, и он заходит в видео, я снимаю, он обязательно что-нибудь ляпнет, чтобы испортить мне кадр. Я говорю, да ляпай, я вырежу потом. Да, вот именно. Ну вот, в общем, очень красиво. Ну, вот опять же, ваше идея, в виде яичка вырезать его, фетр пришить и набить его. Будем, вот, голосование, давайте, кто что предлагает. Либо вышить его на пластиковый конвейер. Поставить. Да, либо поставить, либо, может, магнит тоже пришлю. Большой, наверное, для магнита будет. Ничего. Ну, вообще, хотя вот эти сильные, которые с Алиэкспресс, их можно дать. То есть, либо пластик и на магнит, либо в виде пинки по сзади задник все это сшить, либо в пяльце рамку с петелькой, чтобы можно было повешать на стену. В общем, три варианта. Все нам нравятся, и поэтому, да, вот, Маруся не может определиться, что. Ждем в комментариях ваших подсказок. Маша комментарии все читает, так что можете ей там все записать. Да, спасибо вам за хорошие такие комментарии. Мне очень приятно, что вы смотрите, что вам нравятся мои вышивки. Это она снимать не снимает. Аккаунт у нее есть, но в ютубе комментарии она... А, нет, у тебя аккаунта нет. Ты писать не можешь. Ты только читаешь. Ну, там Лизин, там Лизин. А, да, там просто у Лизы есть... Я заводила, только Лиза им пользовалась. Ну, да. Так у Лизы канал есть. Я не знаю, ни пароль, ни чего вообще не знаю. Поэтому писать она не пишет, но читать она читает. Все, пишите для Маруси, как лучше оформить зайца. А на этом теперь уже точно. Пока-пока. Пока-пока.